Какие-либо еще заявления у страны при общении документов дополнительных к материалам дела допроса свидетелей иные заявления о ходатайстве имеются? На этой стадии нет? На соответствующей стадии. Спасибо, уважаемая страна противная. Ваше заявление о ходатайстве. Прочитаем приобщить к материалам дела о ходатайстве о вызове свидетелей в суд, о храждении, о доводах. О вызове свидетелей или явку обеспечили? О допросе свидетелей. Да, да. Отходите до свидания. К материалам дела приобщить встречное исковое заявление о решении родительских прав. Вы его еще не подали. Ксения Юрьевна, вы должны ходатайство заявить о принятии судом заявления, а потом приобщение. Да, о принятии судом. Процессуальный порядок немножко соблюдается в этом вопросе. Ходатайствуете о принятии судом встречного искового заявления. Сразу, пожалуйста, определите для суда и участников процесса, в чем заключается суд данного иска и на чем он основан. Сутишка в том, что со стороны Васкевича Станислава Валерьевича должным образом длительное время не исполняются родительские обязанности, которые проявляются вне содержания и должного испытания ребенка. Какие-либо еще заявления? Подобщение к материалам дела, копии, скринные переписки в мессенджере в WhatsApp между сторонами, то есть в подтверждении того, что... Для ознакомления противной стороне заявленные документы, кроме искового заявления встречного. Ходатайство стороны ответчика выставляется поэтапно на обсуждение сторон. С допроса свидетелей нет возражений, чтобы в рамках данного судебного разбирательства были допрошены свидетели в обосновании позиции страны? Я бы хотел уже спросить, что лицо, которое заявляет ходатайство о допросе свидетелей, обязанно указать, какие именно обстоятельства и значения имеют данное по данному делу. Ответчицы, представители заявляют просто о допросе свидетелей, а мы хотим услышать, какие именно. Именно это написано в гражданской стране. Саня Юрьевна, поясните, пожалуйста, кто свидетелей и с какой целью ходатайство свидетелей. Да, свидетелей будет Ученков Сергей Иванович и соседка Раиса Ивановна. Они могут подтвердить обстоятельства, на которые ссылается Марина Сергеевна, а именно отсутствие его желания со стороны Ласкевича содержать и воспитывать своего ребенка. Перепирательство в процессе прекратили. Заявлено ходатайство о допросе, дамы свидетелей. Вот теперь мнение выскажите, допрашиваем или не допрашиваем. Допрашиваем, давайте. Нет возражений. Спасибо. У представителя органов опеки нет возражений по поводу допроса заявленных свидетелей? Нет возражений. Чтобы переписка была в копии приобщена? Нет возражений. Не возражается. Не возражается. Определением суда на месте без удаления в совещательную комнату также удовлетворяется данное ходатайство. И теперь ходатайство по поводу заявленного встречного иска. Нет возражений принять производство суда и рассматривать в одном производстве встречный иск. Мы уважаем, что возражаем по тем основаниям, что данное встречное исковое заявление считаем необоснованно несостоятельным. То есть на основу ответчица говорит о том, что несостоятельное содержание ребенка, алиментная задолженность. И при этом документов, подтверждающих, к этому не имеется. И мы считаем, что возражаем просто от общения материалов для встречного искового заявления. Спасибо. Анастасия Андреевна, ваше мнение по поводу возможности приобщения и рассмотрения в одном производстве встречного иска о лишении Восковича выписки? Возражаете, не возражаете? На усмотрение суда. На усмотрение суда. Спасибо, уважаемые участники процесса. Понятно ваше мнение для принятия процессуального решения в форме определения по поводу возможности принятия встречного иска о лишении родительских прав. Ласкевича Станислава Валерьевича в отношении несовершеннолетнего сына к производству суда рассмотрения в одном процессе суд удаляется в совещательную комнату. Уважаемые участники процесса, оглашается определение об отказе к принятию встречного войскового заявления в производству суда. 10 сентября 2021 год, город Бийск, местный суд Алтайского края в составе председательствующего судьи Шавердиной. С участием представителя органа опеки и подключительства МКО Комитета администрации Бийского района по образованию и делам молодежи Зубченко при секретаре Лычагиной, рассмотрев открытом судебном заседании дела по иску Ласкевича Станислава Валерьевича Кусенковой Марине Сергеевне в определении порядка общения с ребенком, установил. Истец обратился в суд с указанным иском к ответчице, с учетом уточненных требований, просит определить порядок общения отца с НСССР. Согласно статье 138 Гражданского профессионального кодекса РФ, судья принимает встречный иск в случае, если встречное требование направлено к зачету первоначального требования. Удовлетворение встречного иска исключает полностью легчайство удовлетворения первоначального иска. Между встречным и первоначальным иском имеются взаимная связь, и их совместное рассмотрение приводят к более быстрому и правильному рассмотрению споров. Суд не усматривает надлежащих правовых оснований для принятия встречного иска. Кроме того, обращает внимание стороны ИСЦА по встречному иску на несоответствие поданного заявления требованием ст. 131-132 Гражданского профессионального кодекса РФ. В частности, не приложены документы в обоснование заявленной позиции, нет сведения о вручении копии иска участникам судебного разбирательства и т.п. Кроме того, принятие встречного иска по делу является правом суда о необязанности. При этом ответчик не лишен возможности предъявить исковые требования, указанные во встречном иске самостоятельно в рамках отдельного Гражданского суда производства. Как следует из пункта 10-го постановления Пленума Верховного суда РФ 26 июня 2008 года за номером 13 о применении норм Гражданского профессионального кодекса РФ при рассмотрении разрешения дел в суде первой инстанции, «Определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных статьей 138 Гражданского конкурсуального кодекса РФ обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции, не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения под нему другого производства». На основании изложенного руководству и статьями 224-225 Гражданского конкурсуального кодекса РФ суд определил «Отказать в принятии к производству убийского районного суда Алтайского права встречного иска Усенковой Марины Сергеевны Кваскевичу Станиславу Валерьевичу о лишении родительских прав и взыскании алиментов. Возвратить Усенковой Марине Сергеевне встречное исковое заявление. Разъяснить ответчику, что с данным исковым заявлением она вправе обратиться в районный суд с соблюдением правил территориальной подсудности. «Определение суда вступает в законную силу со дня его принятия, обжалованию не подлежит». Судья Шавердина, уважаемые участники процесса, понятна суть данного определения? Понятно. Садимся, продолжаем с удовольствием. Какие-либо еще неразрешенные заявления податайства у страны ССА остались на данной стадии? На данной стадии нет. Не имеется уважаемая сторона ответчик, а с вашей стороны какие еще заявления податайства остались? С неразрешенными. Не имеется. Предложите, пожалуйста, порядок судебного следствия дальнейший по рассматриваемому вопросу. Пожалуйста, сторона ССА. С чего начнем? Ну, я думаю, как и советители ответчика заявили ходатайства о допросе, вызове свидетелей. Можно послушать свидетелей, показания. Начнем с допроса свидетелей. Спасибо. Поддерживается позиция. Уважаемая сторона, нет возражений допросить свидетелей? Нет возражений. Последовательность порядка допроса свидетелей имеет какое-то значение или произвольный порядок? Кого первым приглашаем? А у нас обеих сторон свидетелей сегодня? У нас просто сторона ССА не заявляла о допросе свидетелей. Ну, мы можем сейчас заявить уже. У нас есть, да, характеристики с письмой на поле. Также о допросе свидетелей? Да. Ну, вы можете узнавать, как бы, порядок отношения быстрее. Выглашать, когда висит в снегу должен, чтобы не затягивать. Впрочем, допросить, вызвать и допросить в качестве свидетеля гражданка Российской Федерации Ласкевича Ларису Викторовну по обстоятельствам дела по гражданственным делам. Давайте 432-2021. Плосковое давление. О, определение, порядка общения с ребенком. Свидетель также явился и ожидает в коридоре. Ну, противная сторона Вашего мнения по поводу возможности допроса свидетеля. Нет возражений? Нет возражений. На соответствующей стадии свидетель также будет допрошен. С чьих свидетелей начнем, уважаемые участники процесса? Ну, как начали, наверное, они заявили первое ходатайство. Со свидетелей стороны отвечек. А нет возражений. Кого первого? Субтитры сделал. Субтитры сделал DimaTorzok